Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет. Ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Всем привет! Вы смотрите дневники Казахстанской Медиа Академии на телеканале Музлайф. С вами я, Лаура Усербаева. Мы находимся на самом стильном, на самом красивом и модном мероприятии Казахстан Fashion Week 2018. Что мы выберем? Высокий каблук или удобные кроссовки? Глубокое декольте или открытая спина? И какой цвет в тренде в этом сезоне? Эти вопросы мы зададим известным модельерам и стилистам, дизайнерам Казахстана и международным гостям. Добрый вечер! Нам очень приятно брать интервью у вас. Спасибо. У меня сразу первый вопрос. Наверное, для дизайнеров, для людей, которые приобщены к фэшн-индустрии, Казахстан Fashion Week — это большое событие. Я думаю, что любой фэшн-вик в любой стране — это большое событие. И если брать мир моды, это основное событие. Ну, если брать дни именно как людей, которых я знаю, люблю и уважаю, дизайнеров, которые выставляют себя на фэшн-вике, то вчера был мой день, потому что выступала, выставляла свою коллекцию Тамара Ломанукаева, выставляла свою коллекцию Алексей Джен. Сегодня тоже мой день. Много моих знакомых, друзей выставляются. И, конечно, я с нетерпением жду сегодняшнюю детскую коллекцию. Для меня это что-то новое. Я хотела бы посмотреть, что сотворил в этом направлении Лёша Джен, которого я обожаю. И будет очень интересно. Вчера была такая маленькая заманушка, вы видели, наверное, если вы присутствовали. Детки были в одинаковых таких длинные майки, майки-платье, наверное, футболки-платье. Сзади крылышки ангела. Это как бы они заинтриговали нас, что да, 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 вот дети все вышли, вот завтра эти дети будут в новых образах, в новых луках, но они будут на подиуме выступать в виде моделей. И вообще большое удовольствие всегда наблюдать за детками. Вы говорите о индивидуальности, а в вашей индивидуальности какая есть фишка, которая присуща только вам? Ну, я думаю, это смелость принятия абсолютно всех направлений моды. То есть есть люди, которые строго носят только классику, и они по-своему стильные, но именно в определенных образах. Есть люди, которые носят только casual style, такой стрит-стайл жесткий, и это тоже их право. Есть кто любит бэйби-доу, платьишки, туфельки на каблучках, это тоже их стиль, это им идет. И они уже выбрали свой стиль, и когда приходят какие-то тенденции моды, они выдергивают какую-то гипермодную сумку, гипермодные туфельки, добавляют в свой стиль. Это и есть грамотное отношение к моде. Брать какие-то ключевые модные тенденции и внедрять их в свой стиль. Чем отличаюсь я от всех, я всеядна. Ребят, глубокое декольте или перья в горло? Глубокое декольте, наверное. Глубокое декольте. Глубокое декольте. Так же. Казахстан Fashion Week это большое событие для стилистов, модельеров и вообще всех, кто связан с модой. Какие у вас ассоциации, впечатления? Сегодня второй день, вы здесь уже второй день находитесь. Давайте рассказывайте, что было, как было и понравилось ли вам. Вы знаете, гости вчера были в полном восторге, потому что коллекции, которые были представлены на подиуме в этой великолепной локации, были роскошные. Они были изумительные. Многие зрители нашли для себя как раз те образы, которые хотели бы примерить. И потом в шоуруме позже многие дизайнеры уже сейчас распродали свои коллекции байерам и клиентам, что я считаю несомненным успехом, который подтверждает результат работы дизайнера. И то, что его коллекция коммерчески успешна и репрезентативна как для стилистов, так и для обычных людей. Казахстан Fashion Week для любого стилиста и вообще человека, который приобщен к моде, наверное, это большое событие. Какие ваши впечатления от ожиданий и от того, как проходит мероприятие? Зал удивительный. Я посмотрела пока только зал. Коллекции я еще не видела. Но впечатляет масштаб. Подиум очень большой. Удивляет. Вещички сейчас просматриваю. Есть много интересных коллекций. Но как это будет выглядеть на подиуме, я пока не знаю. Но всегда убеждаешься потом, что чем меньше ожидаешь от дизайнера, тем больше он тебя удивляет. И наоборот. Поэтому пока никаких комментариев давать не буду. Высокий каблук. Вообще каблук немного отошел. На ваш взгляд, это правильно или девушку делает девушкой именно высокий каблук? Ничто никогда не заменит высокие каблуки. Никогда. Но есть такое понятие удобства. Особенно с нашим климатом и с нашим городом, где очень много сейчас приходится ходить пешком. Потому что такова жизнь. Поэтому, естественно, лично у меня всегда в машине две пары обуви. Каблуки и без каблуков. Когда я уже окончательно устаю, переодеваюсь, переобуваюсь, но стараюсь держаться до конца. Поэтому они, как правило, не нужны. И вторая пара. Но это жизненная необходимость. Сейчас есть такая обувь без каблука, которая настолько изящно выполнена, что она тоже очень прекрасно сочетается с образом. Не всегда каблук, как бы подчеркивая достоинство, иногда он перебарщивает. Надо уметь носить каблуки. Но, естественно, если вы хотите выглядеть более элегантно в каком-нибудь платье, назначено каблук. Если это какая-то полуспортивная одежда, джинсы, то здесь можно мешать обувь, можно без каблука с каблуком. То есть, как бы фантазию надо включать и, соответственно, вкус. Нужно тренировать вкус. Ирина, скажите, есть ли в вашем образе какая-то особенная фишка, что отличает вас от других? Конечно, есть. Это шуба из моей коллекции, которую я никому не отдала. Была очередь, но я никому не отдала. Поэтому я сегодня пришла, наконец-то впервые ее одела. Так что, фишка есть, она на мне. Итак, подиум длиною 15 лет. Все только начинается. Казахстан фишник продолжает удивлять. И меня радует, что людей, которые создают неповторимые истории в области моды, их становится все больше, и они становятся все интереснее и интереснее. Это творческие личности, которые растут, не стоят на месте, они всегда в поиске. И немаловажно, что они отрабатывают таким образом свой собственный ДНК, который удивляет всех людей на нашей планете. Мы счастливы, что в этом году Пазахстан фишник проходит в этом великолепном зале во Дворце Республики. Он очаровывает вообще своими масштабами, потолком, красотой, видом на город, необычными трибунами. Ну и самое главное, это то шоу, которое, конечно, нам подготовили наши дизайнеры. Мы очень рады, что попали к вам за кулисы. Расскажите, что у вас тут за творение красоты происходит? У нас казахстанская неделя моды. Сегодня очень много дизайнеров, которые показывают свою коллекцию, которая, кстати, по-моему, вполне зрителями принимается на ура. Макияжи в этом году очень в моде, прям, очень в моде красные губы. Практически все дизайнеры используют именно красный цвет помады, как ни странно. В основном это нюдовый макияж, спокойные губы. На этот раз дизайнеры решили привлечь внимание не только к своей одежде, но и к внешности модели. А даже кружили. Маши макияжи. На позиции автор коллекции Жандра Сахиева, Марка Жадо. Аляна, тебе нравится участвовать в показах? Да, мне очень нравится участвовать в показах. У тебя сегодня такая красивая прическа и такие стильные аксессуары. Тебе нравится? Да, мне очень нравится. Там твои подружки или вы знакомы только по подиуму? Ну, там есть и подружки, и которые мы познакомились сегодня. А тебе твой наряд сегодняшний нравится? Да, мне нравится сегодняшний наряд. А черный цвет ты любишь или ты более любишь яркие цвета? Я люблю все цвета. Но черный тебе тоже нравится? Да. Я желаю всем-всем участникам, чтобы они хорошо прошлись по подиуму и все у всех было отлично. Музыка. 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 любовь это сила движущая нами и сегодня любовь красоте стилю и моде собрала полный зрительный зал мы узнали что высокий каблук делает девушку девушкой что 90 процентов предпочитает глубокое декольте и что animal print это хит сезона я желаю вам быть стильными модными и красивыми но не терять свои особенности вы смотрели дневники казахстанской медиа академии на телеканале музла и с вами была я лаура усербаева до новых встреч казахстанская медиа академия это учеба для талантливых симпатичных и харизматичных казахстанская медиа академия это уроки по технике речи искусству интервью ораторскому и актерскому мастерству эта работа над голосом и стилем постановка перед телекамерами тренинги личностного роста мастер-классы со звездами это настоящие съемки и зрители которые увидят вас в настоящем телеэфире казахстанская медиа академия стань медийной личностью я рустам максутов всем привет казахстанская медиа академия стань медийной личностью